Сергей Мирославович, вот нам поступили вопросы. Первые вопросы представились в газете «Играунг». Я зачитаю. Значит, по вашему мнению, господин Маркидонов, что может быть следствием неучастия премьер-министра Николы Пашиняна в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Отечественной войны, которая состоялась вчера в Москве? И было ли оправдан, конечно, что это связано с коронавирусом? Спасибо большое. Вопрос интересный, чрезвычайный. Первое общее замечание. Я не считаю, что российско-армянские отношения – это отношения двух человек. Пашиняна и Путина. Или отношения каких-то групп политиков. Это достаточно серьезные стратегические отношения. Менялись главы государств. Ну, в России не так часто, конечно, да, в Армении чаще. Но эти отношения, которые были заложены сразу в первые же месяцы после распада СССР, они сохранялись. Я не думаю, что неучастие или участие в параде здесь критично. Я бы обратил внимание на другой, на мой взгляд, более важный аспект – это то, что в парадных расчетах участвовали армянские военнослужащие. С моей точки зрения, и символически, и содержательно это намного важнее, чем участие первого лица. Первые лица приходят и уходят, а военно-стратегическое союзничество остается. Это большая ценность, с моей точки зрения. Если говорить о тех причинах, ну, давайте ведь понимать, да, что и Пашинян, и Алиев, или, например, можно вспомнить случай Лукашенко, когда 9 мая он не приезжал на парад в Москву, да? Вот сейчас, 24 июня, он был в Москве, потому что у него был собственный парад в Минске 9 мая. Если бы не коронавирус, скорее всего, Лукашенко бы остался на 75 лет в Минске. Давайте не забывать, что сегодня и Лукашенко, и Алиев, и Пашинян, и Берды Мухамедов, это не первые секретари ЦК Компартии, соответственно, Армении, Азербайджана, Белоруссии и Туркмении, да? Это руководители независимых государств, в которых есть своя повестка дня. Я не думаю, что коронавирус единственная причина, которая задерживала Пашиняна дома. Наверное, причина важная. Армения до сих пор остается среди кавказских государств лидером по количеству инфицированных, к сожалению. И любой политик, он не может это проигнорировать, любой, на месте Пашиняна, если бы это был Сарксян или кто там, я не знаю, имерик какой-то, да, он все равно этот фактор принимал бы во внимание. Ну и другие важные моменты, да. Очевидно, что с точки зрения внутренней армянской динамики вопрос о ротации конституционного суда, вопрос о взаимоотношениях внутри парламента, он чрезвычайно важен. Поэтому, я думаю, в совокупности эти причины и были, так сказать, препятствием для участия Николова Ваевича в параде 24 июня. Ну, естественно, опять же, любой политик не скажет, ну, уважаемый там Владимир Владимирович или уважаемые там товарищи российские, да. Вы знаете, у меня проблемы там внутри с конституционным судом, поэтому я не приеду. Ну, ни один политик большой или малой страны свои внутренние проблемы, да, свои, вот, так сказать, острые внутриполитические расхождения не будет показывать, да, на всеобщее обозрение. Это, ну, аксиома, да, это азбука просто. То, что касается пандемии, ну, это вещь, которая такого общечеловеческого характера. И в дипломатическом плане, с точки зрения дипломатического этикета об этом можно говорить более открыто. Я думаю, что наряду с пандемией, которая чрезвычайно важна в Армении, действительно тяжелая ситуация, совокупность вот этих причин и внутриполитических сыграли свою роль. Но наши отношения 24 июня не заканчиваются, будет 25-е сегодня, будет 26-е. И ситуация с Нагорно-Карабахским урегулированием, с военно-техническим сотрудничеством, ситуация на Большом Ближнем Востоке, где, кстати, я хочу сказать, что Армения именно при Пашиняне разместила военно-гуманитарную миссию, даже Сарксян, которого иногда считают более пророссийским, чем Пашиняна возражала, Пашинян на этот шаг решился. Я бы не стал смешивать вообще внутриполитическую и внешнеполитическую динамику. Да, наверное, многим людям во власти в России или в экспертной среде не нравится, что происходит внутри Армении. И, наверное, даже, я скажу, у кого-то могут быть определенные симпатии, но они не ставятся выше, чем необходимость стратегического союзничества и стратегических отношений. Вот эти вещи надо, мне кажется, четко разводить, и это позволит избежать некоторой ненужной нервозности и эмоциональности. Затронули вопрос Карабахского урегулирования. Вот у газеты Яровых в этом плане еще один вопрос. Они у вас спрашивают. В конце концов, осталось неясним, известное заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о поэтапном урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. Что на самом деле происходит за столом переговоров по карабахскому вопросу? Потому что тут... Вы знаете... То, что происходит за столом по карабахскому вопросу, в общем-то, достаточно понятно и известно. Это не беном Ньютона, как говорится. Обсуждают несколько вещей. Это статус Нагорного Карабаха, это безопасность в районах вокруг него. Я знаю, что для армянского уха слово деоккупация звучит, может быть, неприятно, но это нейтральный термин. Слово occupy, это значит занимать. Это территории, которые были заняты по военно-политическим резонам самой военной ситуации 90-х годов и так далее. И вопрос беженцев. Вот, собственно, три вопроса, которые обсуждаются. Больше там нет ничего. И общий абрис урегулирования, он тоже известен. Это обновленные мадридские принципы, которые в 2007 году появились, в 2009 былины к афинскому саммиту ОБСЕ, опубликованы впервые, в том числе на сайтах стран-посредников Минской группы. Я имею в виду сайт Белого дома или МИД Российской Федерации и так далее. И я знаю, что многие армянские журналисты говорят о некой сенсационности в словах Лаврова. Вот он сказал о поэтапном плане. Но, уважаемые друзья и коллеги, никакой сенсационности-то нет. Посмотрите выступление Лаврова 2-3 года назад. Эта терминология использовалась. Я просто в силу соответствующие цитаты, да, но это можно проверить. Это, как говорится, не тайной цитатой. Собственно говоря, сама модальность поэтапности, она есть и в обновленных мадридских принципах, которые армянская сторона обсуждает. Да, только тут есть некоторый нюанс. Поэтапность не означает жесткой двухэтапности. То есть, вначале мы выходим из районов, а потом когда-нибудь, где-нибудь, мы там вернемся к статусу Карабаха. Говорится о том, что вот этот вопрос, скажем, освобождения районов, он должен увязываться в том числе с содержательной стороной статуса по Карабаху. Не где-нибудь, когда-нибудь. Это должно идти синхронно, чтобы этот статус не отложился потом когда-нибудь, потому что освобождение, оно связано с чем? С рисками для безопасности, очевидно. И вот эти коллизии обсуждаются. Потому что есть большой риск, что если армянские силы из семи районов уйдут, может быть эскалация конфликта и так далее. Чтобы ее избежать, ставится вопрос о статусе, как вопрос не второстепенный, а вопрос равностепенный. Вот, собственно, основные точки преткновения. То же самое касается референдума. Он записан в обновленных мадридских принципах как юридически обязательный, но юридически обязательный, например, для азербайджанской страны, это несколько рискованный момент, вдруг проголосуют за то, чтобы Карабах имел статус вне состава Азербайджана. Вот примерно основной круг вопросов. Поэтому поэтапность появилась не сегодня и не вчера. И это словосочетание появлялось, никакой сенсационности здесь в словах российского министра нет. Еще раз говорю, вопрос, как понимать эту поэтапность. Как поэтапность, так сказать, синхронной проработкой двух блоков проблем, так и поэтапность, как двухэтапность довольно жесткую. Вот и все. Это основная ключевая загвоздка, как мне кажется. Ну потом ведь, понимаете, известна фраза, метафора, гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходили. Овраги-то там есть в обновленных принципах. Например, коридор безопасности, который связывает Карабах и Армения. Вот какова его ширина? Это только Лачинский коридор? Лачин в целом или Лачин и Кельбаджар? Кельбаджар может быть в какой-то степени даже более важен, чем Лачин. 90% водных ресурсов там, которые питают Карабах. С точки зрения экологической безопасности и любой другой это важно. Поэтому вот эти вот нюансировки, они являются точками, скажем, расхождений на переговорах. Переговоры идут крайне сложно. Они фактически являются, наверное, не столько содержательными переговорами, сколько конфликтным менеджментом, это реагирование на инциденты, это попытка их минимизировать и так далее и тому подобное. Но понимаете, в чем дело? Карабах это для двух стран чрезвычайно важная, символическая, в значительной степени тематика. И за то время, которое переговоры идут, ведь предложено было все, что можно. Когда вот журналисты пишут, ну вот сейчас встреча и решение, да с чего бы? 25 лет ничего не решали, а на 26-й вдруг решат сразу и окончательно. Такие вещи надолго. Этот переговорный процесс может идти еще десяток лет, понимаете, если не больше. Никаких предпосылок для решения, которое было бы компромиссным, я не вижу. А когда Москву пытаются обвинять в том, что она хочет ускорить какое-то решение, это не в интересах Москвы, понимаете? Ускоренное решение. Поспешность как раз не очень нужна. И как раз это скорее наши западные друзья говорят о том, что статус-кво не терпим. Российская страна исходит из того, что может быть статус-кво и не самое лучшее решение, но лучше, так сказать, дать на переговорах решению всех компромиссов состояться, да, увязать все острые вопросы, чем поспешное решение без увязок нюансов, которое потом может обрушить всю конструкцию. Мы видели, как поспешность на том же Ближнем Востоке или на Кипре приводила к не самым позитивным результатам. Поэтому мне кажется, что лучше, так сказать, 10 лет переговоров, чем один год или один месяц войны. Спасибо. Еще вопрос. В последнее время в армянской прессе активно распространяется, что Россия поддерживает армянские оппозиционные силы, в том числе лидера процветающей Армении, да, Гаги Кацару Киана. Ну, еще я бы со своей стороны вспомнил бы, вот полгода назад была фотография в соцсетях опубликована, Ван Этьяна, вот, да, вот, лидер партии, бывший председатель службы национальном безоружении, вместе с Рамзаном Кадыровым, да, вот, тоже считал, что вот это своеобразная какая-то поддержка. По вашему мнению, какова позиция России во внутриполитической ситуации в Армении? Ну, вот, смотрите, высказывание о том, что Россия имеет, так сказать, какой-то особый интерес и поддерживает оппонентов Пашиняна, наверное, базируется, если говорить о недавнем вале публикаций, это встреча нашего посла Сергея Копыркина с представителем процветающей Армении. Я помню ситуацию, примерно, год назад опять посол, так сказать, критиковался в ряде армянских СМИ за общение с Кочаряном. Я задаю один вопрос. Скажите, пожалуйста, разве процветающая Армения занесена в список террористических организаций? Нет. Разве нет такой законной фракции в армянском парламенте? Есть. Я помню, как российскую дипломатию много лет критиковали, но почему же она только с властями работает? Почему она не работает со всем спектром политических сил в Армении? Начала работать со всем спектром политических сил в Армении. Опять не слава богу. Но разве российская власть официально не была в Армении? Разве наши представители сказали, что парламентские выборы досрочные, там, нелегитимны, например? Или там выборы, например, Совета Старейшим в Ереване? Нет, этого не было. Или какие-то решения, что они нелегитимны? Нет. Диалог российских официальных и армянских официальных лиц идет. По количеству встреч, по-моему, Путин, Пашинян, они превзошли встречи в формате Путин-Сарксян. Мнацаканян-Лавров тоже встречаются, наверное, не меньше, чем Налбандян с Лавровым встречался. То же самое касается министров обороны Шайбута-Наян встречаются в регулярном режиме. А то, что есть встречи, там, опять же, Ванецяна с Кадыровым, ну, это ведь не запрещено ни российским, ни армянским законодательством. Опять же, Ванецян – это легитимный участник политических процессов в Армении. Он имеет право встречаться с тем, с кем считает возможным и так далее и тому подобное. Я думаю, что, еще раз важный момент, российско-армянские отношения выходят за рамки только двух или трех персонажей. Я помню, как в западных СМИ в 2018 году царило удивление. Говорили, ну, как же так? Вот Москва же, она же Пашиняна признала, но он же революционер. Почему же Москва? Потому что Москва понимала, что за ним стоит поддержка народа. Может быть, эта поддержка наивна, может быть, она, так сказать, переоценивает какие-то позитивные стороны. Но это ваша страна и ваша роль. Поэтому с Пашиняным общались, встречались и будут общаться и будут встречаться. Но помимо него есть другие политики в Армении, с ними тоже надо общаться, их взгляд тоже ценен. Если посол составляет какие-то депеши, он же не может только быть рупором официальной позиции. Ему важно показать весь спектр. Так работают все послы, все дипломаты во всех странах. Не будем, так сказать, куда-то забегать далеко. Соседняя страна с Арменией, Грузия. 8 марта подписан меморандум о политическом взаимопонимании. Он где подписан? 30 оппозиционных партий и партия власти. Где его подписывают? В резиденции посла США Келли Дегнан. Никто не волнуется по этому поводу. Слава богу, в российской резиденции какие-то меморандумы о взаимопонимании разных армянских сил не подписываются. Поэтому я думаю, что надо просто сравнивать разные модели, разные страны. Вот даже не ходить далеко, есть соседний опыт. Смотреть и видеть, что ничего здесь экстраординарного нет. Это обычная практика. Обычная практика, когда есть работа с разными политическими силами. Никто не говорит о том, что, допустим, как в случае с Венесуэлой, что вот это вот наш президент, а это не наш президент. Россия работает по официальным каналам с теми, кого избрал народ Армении и поддерживает. Но есть люди, которые имеют другое мнение, но тоже должно быть услышано просто с чисто прагматической точки зрения. Тем более России справедливо указывали на ошибки в прошлом. Слишком большая концентрация на провластных ресурсах приводила к не вполне адекватной оценке ситуации. Ошибки надо учитывать.